Итак, всем привет! С вами Данокс и надеюсь меня слышно, потому что мы начинаем играть в Endless Legend. И я опять буду тупить. Да-да, вспоминаем Варлока, вспоминаем Цивилизейшн, вспоминаем все подобные игры. А потом вспоминаем, как я в них играю. И если вы не знаете, то посмотрите мое видео по Варлоку. Я там очень прекрасно играл в такие, в такого рода игры. Даже можно сказать, просто удивительно играл. И сейчас я продолжу свое удивительное приключение в этом фэнтезийном мире. А для вас я его начну заново. Что же такое Endless Legend? Это стратегия с элементами RPG и даже тактики. Да, но здесь такая необычная тактика. Дело в том, что тактического экрана а-ля Total War тут нет. Вместо обычного тактического экрана, где сражение на полях, тут значит, как бы это сказать... Ну вы сейчас сами увидите, что тут происходит. Для того, чтобы понять это, давайте наймем всадника и защитника. Подождем, пока они наймутся. Колонист пусть пока побудет здесь. Дальше у меня тут... Ну так, неплохо, неплохо у меня патриотизм идет. Но за ищеки города патриотизма снижается. И если он снизится, то вот это вот ополчение, которое тут, в принципе, оно будет сражаться со мной. Также я открыл здесь деревню враждебных гигантов. Даже, можно сказать, я прямо сейчас могу показать вам. Но я хочу победить их. Это сильные великаны. Они очень сильные. И добыча у нас, у нас добыча от них довольно большая. То есть, это примерно плюс один науки. Сейчас даже скажу я, что это такое. А где у нас тут? Плюс один, плюс один, плюс один. Да, это плюс один наука. Это вроде наука. У нас ресурс называется. Здесь мы можем моделировать развитие нашей империи по разным направлениям. Собственно, будем даже автоматически изучать науки в данном направлении. Если мы, например, смоделируем, поднимем вот так и вот так, потратим 40 очков престижа, но будем развиваться в направлении денег, экономика населения и в направлении войск. То есть, у нас будут сильные войны и хорошая экономика. Давайте развиваться вот в этом направлении. Вот, очки престижа. Давайте закроем. К сожалению, нам до следующего плана надо ждать долго. У нас не получится, не получится сейчас развить. До следующего плана 12 ходов. Ну что, мы, в принципе, подождем. Вроде, довольство пока есть. Причем довольство от науки тоже идет. Но давайте пока подождем. Тут-то необычные бои. Конец хода. Что у нас тут произошло? Экран исследований. Вы не выбрали технологию для исследования. Ну что, это плохо. Давайте тогда выберем военную науку, раз мы развиваемся в этом направлении. Смысл вот в чем. Мы с... Вот наша цивилизация. Я так понимаю, вот это территория уже какой-то другой цивилизации, даже с аномалией. Попадаются аномалии, попадаются ресурсы стратегические. Попадаются малые племена, с которыми можно либо договориться, если они не враждебны, либо начать воевать. То есть это такая цивилизация. В общем, за последнее время вышло очень много таких вот стратегий цивоподобных, я бы сказал. И эта стратегия нам вмещает в себя преимущества и даже, скорее всего, недостатки всех стратегий, которые вышли за все это время. То есть это все всякие варлыки, даже цивилизации. Там еще про короля Артура что-то выходило. Не помню, не помню сейчас, честно. Еще какая-то тактическая стратегия. И, в общем, они все вместе собрали воедино все плюсы и решили, что будет неплохо соединить их вот в одной стратегии Endless Legend. Это по вселенной Endless Space от той же самой компании, ну, той же самой вселенной, соответственно. Фишка тут в том, что мы не можем путешествовать между мирами. Мы не можем путешествовать между мирами, как, например, в Варлоке можно было путешествовать между вселенными. Здесь мы основываемся на случайно генерируемой планете со случайными ресурсами, полезными ископаемыми, неполезными ископаемыми, с разными источниками, фантастическими, конечно же, титан, стеклосталь. Да, таких источников не бывает. Со всякими аномалиями, на которых можно осваивать, осваивать города или клетки с добычей. Там два науки, четыре золота, да. Племена, которые договориться, либо можно только уничтожить. Эти, к сожалению, можно уничтожить. Вот всего два юнита, достаточно сильные. Ну, что еще? И еще храмы, которые можно заходить, ограбить, и будут случаться разные случайные события с вами происходить, если вы ограбите храм. Также тут есть задания. Вот у меня есть задания, например, главной кампании, так называемой. Мне нужно пройти в эти нетронутые руины и ограбить их. Вот. Также у меня есть задания пройти в эти руины. Но это побочный квест. В эти руины я уже прошел, в эти тоже. Отсюда может быть получено все, что угодно. От задания до каких-нибудь вещей. И мы ждем пехоту. Сейчас произведется нужный нам юнит. Надеюсь, меня слышно. Соседняя империя, единственная с которой у нас холодная война, и которая в ужасе от холодной войны. Всем будет лучше, если вы продолжите миролюбивую политику. Хорошо. Я бы хотел, конечно, потратить благочестие на благодарность. Объявить благодарность им. Тут можно почитать, что это за империя. У них есть какие юниты, хорошие связи. Они дипломатические. Дипломатическая империя не военная. Так что спокойно можно объявить им благодарность. Вот. Что у нас тут? Так, барон наш получил четвертый уровень. Да, тут есть еще и герои. Герои, которые... Так, строительство завершено. Спасибо за теплые слова. Ни за что, ни за что, ни за что. Так, юниты без приказа. Автопоиск. Ну, давайте, пусть они бездействуют. Пусть бездействуют. Зато здесь есть у нас всадник. Этого всадника мы отправим сейчас сюда. Шучу, нет. Надо его выделить и щелкнуть по ближайшей допустимой местности, не скрытой туманом войны. Тогда мы можем их продвинуть. Давайте продвинем этих собачек, наших пехота-праха, которые со случайно генерированным названием отряда. Истинный отряд. Это истинный отряд называется. У них есть, короче, свои возможности, которые они используют. Дают им прибавку к атаке, обороне, урону, инициативе, здоровье или скорости, так или иначе. Их подразделение. И герой, который тоже имеет какие-то навыки. Ну, у меня герой, барон Джослин Дейвальдер, которого я больше никого не могу нанять. Он у меня губернатор города. Повышает довольство и т.д. и т.п. Защитник, защитник. Ну, давайте еще одного всадника сделаем. Посыпать землю солью, это разрушить город. У нас так называемая империя праха. И тут у нас по-другому названо уничтожение города. В общем, тут интересно. Очень много цивилизаций. И более того, здесь есть такая фишка от другой нации, которая называется создание своей собственной, вот, другой игры. По-моему, это космическая игра, что-то тоже со Space связано. По-моему, Space Empires. Space Empires, да. Там можно создавать свои собственные цивилизации. Здесь тоже можно свою собственную цивилизацию создать своим собственным набором скиллов. Это очень круто. Но она должна быть, ну, не собственная картинка, а, к сожалению, основана на чем-то. Вот, наконец-то вышло два юнита с трансствующей армией. Они создали, они создали другую армию. Боже мой. Фига себе. Ну что ж, нам придется сейчас с ними вступить в бой, если не получится. Ну, мы сейчас перегородим им путь. Они уже не смогут больше никуда пойти. И так, давайте-ка объединимся. Вот. И будем бездействовать, то есть защищаться. Будем ждать, если они на нас нападут. И я покажу вам местную боевку. Она очень необычная. Честно говоря, ну, такое я вижу первый раз. Может быть, в других играх такое есть. Ну, как и ожидалось, они у нас напали. У нас нет героя. И шанс выиграть значительно меньше. Сначала мы выбираем глобальную стратегию. Очень интересно, но, в принципе, можно выбрать потом индивидуальную стратегию для каждого отряда будет. Но здесь мы выбираем, не знаю, наступательную. И нет, будет удерживать. Ну, давайте удерживать позицию. Почему бы и нет? Я такую ни разу не выбирал. Вручную полностью контролировать. Либо наблюдатель. Либо автосражение вообще. Не... Ну, если много сражений на карте, вы не будете за каждым следить. Ну, давайте я выберу вручную, чтобы показать вам, готовы к бою. Ну, вот, начинается самое интересное. То есть, это как бы тактика, но на глобальной карте. Тактическое сражение на глобальной карте. Как вам такое, а? Интересный ход. Здесь можно всех юнитов отправить назад. Варьер-гард. Наступление. Ну, или просто вернуть в исходное положение, где они были. Можно также отдельно отправить юнита, например, на передовую позицию этого. Этого сюда. Вот. Зафиксировать их тут. Этого зафиксировать здесь. Скорее всего, этот... Кто-то из них пойдет вот сюда. И этот будет с этим сражаться. С этим. Скорее всего, так будет. Поэтому я нажимаю готово. Теперь цель. Задаем им цель. Этому задаем цель. Атаковать этого парня. Смотрим на наши... У него атака и оборона значительно больше, чем у нас. Ну, у нас больше урон. И больше... Нет. У нас даже урон меньше. У нас больше скорость. У нас больше инициатива. Все остальное меньше. То есть, чтобы этих великанов побеждать, в принципе, нужно обладать преимуществом численным. Для, по крайней мере, нашей цивилизации. Но цивилизация боевая. Как-то не странно. И я думаю, что мы займем такие позиции. Мы с тыла, может быть, с равнины. С равнины будем атаковать. Дело в том, что местность, на которой мы стоим, вот лес, равнины, это все играет главную роль. Откуда мы начнем атаковать? Как? Так, вот здесь я бы, не знаю, я бы предпочел спрятаться. Предпочел спрятаться в лесу, конечно. Потому что, если бы кто-то встал сюда, даже нет, даже нет, даже нет. Я предпочел бы спрятаться. Вот, я бы предпочел спрятаться в лесу. Что-то мне кажется, что это хорошая идея. Они оба спрячутся в лесу. Будут атаковать. Или вот так. Вот так, да. Вот так я бы предпочел. Все, начать. Итак, начинается битва. Мы отбегаем в лес. И они выходят на... Собственно, на главное поле. Дальше что у нас? У нас оборона увеличилась и стала больше, чем у них. А у них снизилась, потому что они уже не в лесу. Ну, вот такая вот тактическая загогулина. Так что теперь мы атакуем их. Этот ждет своего часа. Но мы, конечно же, перебираемся в другой лес. Вот. Так. У них немножко жизни отбавляются, конечно. Ну, ничего. Давайте атаковать. И причем... Вот этот будет атаковать. И этот будет атаковать. Это идеально было бы. Так, у нас оглушение. Оглушение, я так понимаю, да? Да. У нас... У нас, я так понимаю, да. У нас оглушение. Значит, нужно... В режиме обороны стоять. К сожалению, атаковать мы сейчас не сможем. Видите? Мы нифига не смогли его атаковать. Но мы можем стоять на защите. Так. Снова продолжаем стоять. И, скорее всего, нас убьют. Ну, да. Вот примерно так все и происходит. Мы погибли. Эти выжили. Как-то так. И таким макаром у нас проходят все битвы. Я сгенерировал этот континент случайно. И оказалось, что вот... Вторая цивилизация находится близко. Но ее расположение можно тоже регулировать. Если не нравится, пусть находится где-нибудь далеко. И у нас завершен защитник. Отлично. Ждем всадника. Не думаю, что это так критично, если они попадаются напасть на город. К тому же, вон тут дикие звери. Объем добычи 6. И мы должны улучшить... Должны улучшить. Планировка города стоит, к сожалению, 300 таких вот. Ну, ладно. У нас уже 1К. 1К. И пора... Кажется, пора людей плодить и размножать. Больше 6 человек. Что-нибудь получается? Не получится. К сожалению. Мы можем планировать новый район. И распланируем его вот сюда, к ресурсам. То есть, где-то вот так будет новый район. Здесь будет возводиться. О-о-о-о. Он там исследует местность. Какой настырный. Настырные урсы какие. И также у нас есть 2 ресурса. Нет торговых путей. К сожалению. К сожалению. О-о-о. Офига себе. Вот это они дают. Ну что ж. Тогда, 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 тогда. Изучим. Чтобы, кстати, во вторую эру пройти, нам нужно еще 2 технологии изучить отсюда. Любые 2. Так. Печь алхимика сложная. Сплавы. Это все открывает. Улучшение города. Минус 1 на содержание. Ну да, 15,6 на город. Ну, давайте в мельничный цех. Как бы. Почему бы и не построить его. Цех хороший. И так, началась зима. И так, началась зима. Тут будет более точно определяться, через сколько ходов будет та или иная. То есть, тот или иной сезон. В общем-то, зимой рекомендуется, естественно, сражаться ни с кем. Выходить за пределы города. Что-то там изучать. Только там, не знаю, одинокий разведчик, который, скорее всего, очень долго будет передвигаться. Затрачивать время на ходы. И так далее. Ну, пока у нас планировка района идет. Очень хорошо. Армейская столовая. Интересно. Обронительные оружия. Ну, давайте. Пока на органе таки благородимы, какая же. Будущее кажется нам светлым. Хорошо. Но почему у вас до сих пор холодная война, я не знаю. Спасибо за вам, за ваши теплые слова. Но я до сих пор в холодной войне с нами. Плохо. Ну, ладно. Но, к сожалению, вот, к счастью, можно наконец-то сделать то, что я хотел. Планировка империи. Так. Да, давайте. Вот так распланируем. Применить. Наконец-то. Можно применить автоизучение науки. Ну, после того, как сейчас завершится цех. Так, у нас есть колонист, но пока что я не хочу его использовать. Как видите, по понятной причине. Зима. Задержание построенных улучшений в городе обносится в минус 11, а приток плюс 43. Нормально. Можно еще одного человека и перенаправить их в другое русло. Куда-нибудь сюда и куда-нибудь. А, вот как один передвигается. То есть, вот так. Неплохо. Ну, новая планировка тоже неплохая. Армейская столовая начинает строиться. Новый уровень. О! Защитник повысил свой уровень, просто находясь и защищая город. Повышая уровень, естественно, они могут приобретать новые возможности. У них все это автоматически, все скиллы повышаются. То же самое и с нашим другом. Он может покупать новые каски. За ресурсы строить какие-то более крутые вещи для себя. Соответственно, их тоже покупать. Ну, содержание увеличено, естественно, потому что уровень у него уже ого-го. Так же он может развивать своим навыки. Давайте посмотрим. Улучшение поиска в руинах. Хорошо бы. Оборона. Ну, давайте. Он будет губернатором. На территории с прахом. На территории с рекой. Это у нас идет к ресурсу за источник. Вот. Давайте так. Изучим такие навыки. Армейскую столовую тоже построим. Будет неплохо. А когда зима пройдет? Ну, тогда будет все хорошо. Так, давайте оборонить укрепление. Ура! Снова лето. Зима наступит не скоро. Поэтому можно распланировать город дальше. Вот сюда. К двум очень прикольным ресурсам. Вот этой на 7 добычи. И вот эти пальмы интересные. Точнее, источник титана. Источник титана. С ним откроется много новых возможностей. Пока ждем мельничный цех. Оборонительное укрепление. Пятый уровень. Отлично. Давайте смотр. Древо навыков. Этот уровень. Вот так его повысим. У нас, кстати, реки тут нету. Ну, пускай будет. Такой будет барончик у нас хороший. 462. Перенаправим на золото. Так, отлично. Так, ну давайте новый проект выберем. В принципе, можем уже эру открыть. Нет, не можем. Еще одно. А, давайте изучим переговоры, кстати. Почему бы и нет? Площадь изучим переговоры и подкуп империи. Потому что нам нужно наладить отношения с нашими братьями. И теперь, когда у нас все это есть, мы можем произвести, отправить колониста и защитника второго уровня. Даже не так, колониста, защитника и всадника. В новый город. Куда-нибудь вот сюда вот они пойдут. Ну вот. Пойдут исследовать, так сказать, пространство. Еще тут у нас стратегический ресурс новый. Источник стеклостали. Гораздо ближе, кстати, находится. Это хорошо. Так, красные скалы. Тут ничего интересного. Вы обнаружили новую малую фракцию нидия. Хотя внешне они похожи на птиц, нидия гораздо ближе к человеческому племени, чем кажется на первый взгляд. Их потомство рождается, они не вылупляются из яиц. И как у многих других высокоразвитых народов, это племя тщательно отбирает наиболее пригодных для обороны и заботы о пище. И разведки. Хорошо. Они... Атака воздушная у них. Арпуха. Барона атака. Да, да. У них есть инициатива. Но они примерно по силе, как мы. Считая того, что они воздушные умеют летать. Ну ладно. У нас тоже вроде полетные есть юниты. И, кстати, мы можем конструировать свои юниты, то есть создавать на основе каких-то моделей других юнитов с определенными возможностями. Возможно, этот юнит будет стоить очень дорого, требовать каких-то ресурсов, но мы можем создавать его. То есть это такой вот endless space, но в виде стратегии, похожей на цивилизацию, с возможностью создания всего, чего только хочешь. Вот, ну... Достаточно интересно. Хорошо, что мы обнаружили малую фракцию. Экспансия. Рынок. Рынки. Мы можем приобрести юниты и приобрести герои. Героев. Так. Героев каких? Убийца воинов. Блок. О-о-о-о-оф. Так, на расстоянии, на расстоянии, на расстоянии. Давайте по классу их рассортируем, выберем наиболее сильного. Вот этот герцог. Этот герцог очень классный. Его выберем как нашего генерала. Чубы и нету. Стратегических ресурсов 6. Но нужно открыть технологию имперские монеты, чтобы покупать какие-то ресурсы на рынке. Можно приобрести, кстати, юниты других народностей. Вот у него второй уровень шлем. Достаточно неплохой юнит. Ледяные варги. Летивитка. Я бы по уровню отсортировал. Во-вторых, по атаке бы их отсортировал. По урону. По урону, в принципе, вот эти ледяные варги очень классные. По защите нет, но по урону атаки они просто супер. Ледяные варги, это, мне кажется, просто идеальный вариант, чтобы кого-нибудь побить. И спрос на них такой средненький. То есть я думаю, что я куплю ледяных варгов. Накоплю денег. Так, древо навыков. У него навыков нет особо сейчас. Ну что ж, давайте. Ой. Отмена. Кажется, ругается память на эту игру. Ну ладно. Выйдем. Я не могу, да, их утихомирить, я так понимаю. То есть вот малые народности какие-то, да? Мир, холодная война. Не могу их утихомирить, к сожалению. Нет рынок управления героями. А, кстати, а где этот героев? Назначить в армию. Гордый отряд. Назначить его в армию. Классно. Теперь он с героем. Ну что ж. Квесты. Квесты. Всего один. Но мы двигаемся, кстати, к тому квесту. Ну, за морем. Фига себе. Нам придется сейчас... Даже не знаю. Надеюсь, на нас не нападут. А то вон тут нетронутые руины, я вижу, есть. Поиск в этих руинах. Ну-ка. Не пошел пустую награда. 5 стеклостали. Стеклостали, блин. Очки здоровья. Нормально. Еще стеклосталь есть. Я вижу другая малая народность. Мы можем обойти. Это хорошо. Ну, давай. О, весьма внушительными. Ну, нифига себе вы. Ладно. Тогда я поблагодарю вас. За то, что вы так отзываетесь о нашей армии. Нам приятно. Источник золота. Вау. Но нам нужно выполнить квест. И мы сейчас это сделаем. Ну-ка. Поиск в этой локации. Сейчас мы выполним. Квест окончательно. Поиск. Ну-ка, чего? И минимум 3 юнита пехоты. А, пехоты, пехоты. У нас... Ясно, ясно. Ну, ладно. Давайте на черноземе освоим новый город. И тут, кстати, и золото есть. Шикардос. Мне кажется, идеальный вариант просто. Да, нет. В принципе, на золоте можно. Да, давайте на золоте. Э-э-э. Жесть. Они сейчас на нас нападут. О, новая эра. обнаружен фундамент дозорной башны. Обычно из старых ветеранов теперь стоит больше. Хорошо. Давайте теперь как-то сделаем по-другому. Авто давайте. Готовы к бою. И мы почти не пострадали. Да, мне кажется это классно. Мы почти не пострадали, убили их. Здорово. Тут даже и стекло сталь рядом. Просто идеальный вариант, чтобы основать город. Ну что же такое дозорная башня? Что же такое дозорная башня? Давайте посмотрим. Планировка районов. Смотр. Даже не знаю. Улучшение поиска в руинах. Людисти барона. Будет хорошим оборонительным юнитом. Давайте. Что же дальше у нас? Выберем исследование. Какое? Не буду это изучать. Перейдем ко второму сразу экрану. Открывает раздел ресурсов и запасов на рынке. Вот, кстати, имперские монеты. Изучаем вот новый юнит. высасывание жизнью. Так. Хорошо. Хорошие вещи. Улучшение города. Центральный рынок. Вот это то, что надо. Открывает корабли. Вот это хорошо. 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 Дозорная башня. О! Вот то, что надо. Мир в период холодной войны. Давайте вот это. Это. Вот это, потом вот это. центральный. Не, 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 вы чего, вы чего, вы чего, нет. Вот так. Вот. Это, потом это. Так, теперь я хочу посмотреть малые империи. Где классические малые фракции? Где список? Ладно, пофигу. Главное то, что мы можем основать город. Ну? Герой не назначен. Его и не будет, по-моему, да? Хотя нет, почему? Назначу его. Более того, найму народ. Буду здесь строить все. Так, мельничный цех, бронительный, канализация, императорский монетный двор. Погнали. В этом я буду строить только вот это. Все остальное это у нас будут защитники и всадники. Что, погнали? Заодно удовольствие города повысится. На золотых-то рудниках явно лучше, чем просто так. Отлично. Ну, нам нужно 3 отряда пехоты и герои. В принципе, чтобы выполнить квест. Поэтому. Продать, продать, лечить. Сейчас мы тогда сходим. Герой. Герой. И трое этих. Автоматизируйте. Уравновешено. Хочу, чтобы уравновешивались приоритеты в городе. Так, вот. И тут тоже, чтобы уравновешивались. Блин, опять сейчас Миндас Ледженд ругается. Ну, я ее понимаю, поэтому я просто сохраню игру. Да, хочу перезаписать. Снова ждем. Сейчас у меня появится возможность. И давайте я сейчас это сделаю. Нет, не хочу завершать настолько. Хочу дать герой и пусть защитник еще будет. Пускай выйдет наружу. Так, герой не назначен. Все, теперь ждем защитника. Скидка на постройки. Атака юнитов. Сокращение стоимости строительства. Наверное, не стоит того. Да. На города, на города. Ну, давайте так. Такой план. И у нас все это сейчас будет. То есть у нас сокращение стоимости будет юнитов. Но, к сожалению, к нам относятся нейтральным. Блин, хоть бы зима сейчас не наступила. Честное слово, это будет очень не кстати. Очень не кстати. Ну, давайте, выполняйте уже. Ой. Короче, на производство. Все, защитник сейчас за два хода построится. И мы пойдем. Просто зима скоро. Давай, 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 давай. Четыре хода осталось. Нам нужно успеть сюда и вернуться еще. При этом. Нормалек тогда. Отлично. Все. Теперь мы вчетвером сможем... То, что надо сделать. Так, дом дипломатов. Хорошо. Назначить герцога. Выбрать. Есть. Героя владык праха и минимум три юнита. А это не герой владык праха? Герой. Три юнита у него есть? Вроде есть. А-а-а! Ё-моё! Три юнита пехоты! Черт возьми! Три юнита пехоты. Вот как. Ну, хорошо. Тогда всадник... Когда всадник возвращается в город... Че у нас? О, у нас барон повысился. Эксперт в горном деле. Давайте вот так, да. Эти пусть идут в город. Так. Тут у нас защитник. Давай-давай-давай, защитник. Делайся. И поиск. Есть. Соберите армию и исследуйте территорию вокруг вашего города. Осторожно обучайте руины в этом регионе и забудьте остатки технологий вечных. Руинзамурованный. Для восстановления механизма замка требуется некоторое количество праха. Добудьте 100 монет и откройте двери у руина. Награда 15 золотых и 80 праха. То есть монет. Окей. Ну и хорошо. А теперь сложнее. Теперь надо победить армию плетевидных. У нас есть подкрепление, ополчение. Потому что рядом с городом деремся. Ну давайте авто. Авто. Я думаю, они даже не стоят того. Вон у нас добыть артефакты вечных. Хорошо. Награда археолог. Понятно. Это наука награда. Наша примитивная природа. Дворения недовольны. Так. Окай. Тайны прошлого планета скрывают ключи к будущему нашей империи. Развивайте науку. Исследуйте вот им технологии к технологической эре 1. Окай. Сколько у нас исследовано? Технологическая эра 1 у нас... У нас вообще дофига исследовано уже. И чё так? Ну да. Значит, я поспешил с выполнением. Ну ладно. Раз поспешил, то всё. Ну что ж. У нас нет никаких восстаний. И я думаю, что всё будет отлично. Мы возвращаемся в город. Возвращаемся в город. И у нас выполнен квест. Теперь надо ещё несколько наук исследовать. И да, давайте... Давайте в город назначим всё-таки героя. Сейчас будет зима. Ему, наверное, станет плохо немного. Нет, не стало. Ну ладно. Тогда назначим героя. Герцогом. Нет. Почему-то я не могу назначить героя. Это странный. Странно. Ладно. Гордый отряд. Почему я не могу расформировать его, не знаю. Ну пусть стоит, ничего не делает. Ладно. Так, а здесь у нас будет вот такое вот управление. И будем строить. Сбалансированное управление здесь. Здесь тоже будет сбалансированное управление. Три ополчения. В общем, такие вот дела. Изучаем, строим. Даже, кстати, посмотрим, сколько там технологий-то всего получилось. И сколько? Двенадцать технологий. И неизвестно, сколько мы изучили уже. Изучили мы четыре, шесть, девять, еще три. Три технологии еще нужно изучить. Лады. Лады. Тогда вот это изучим. И изучим, что. И все. Да, не будем много изучать. Что там, очередь-то не создается особенно. Большая. Ну и постараемся деревню малой фракции захватить. Потому что, скорее всего, малых фракций тут еще много. И они все... Хотят получить порылу. Ну что ж, на этом я закончу. Спасибо, что смотрели. Я советую эту игру и советую в нее поиграть побольше, подольше и позавоевывать малые фракции, которые тут появились, судя по всему. Строить, играть, радоваться. Достойная игрушка. Стоит, чтобы потратить на нее время. Не только же одной цивилизации жив человек. Так что, играйте в хорошие игры. С вами был Денокс. Всем пока и удачи!